Центр олимпийской подготовки по биатлону побил все рекорды в рейтинге долгостроев. Его еще в 2013 году начинала строить компания «Алза», которая ныне банкрот. Суды идут до сих пор. Взыскать пытаются 124,6 миллионов рублей. Это деньги федеральные? Да. Там же финансировалась и федерация, и республика. Просто надо смотреть, какие объемы. В принципе, и акты-то были подписаны со стороны Минспорта, уголовное дело сейчас. Для полноценной работы регионального биатлонного центра необходимо достроить лыжероллерную трассу протяженностью почти 4000 метров с освещением и видеонаблюдением. Для завершения проектно-изыскательских работ необходимо выделение бюджетных средств в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши распорядился включить объект в адресную инвестпрограмму. Туда же войдет и строительство дополнительного радиологического корпуса республиканского онкодиспансера. Количество онкологических пациентов, по данным Минздрава, в республике растет. Перспектива проекта, она достаточно, скажем, понятная, нужная. И самое главное, есть поддержка на федеральном уровне, что такой проект должен быть реализован на территории Чувашской республики. Тем более с учетом той базы, которая уже на сегодняшний день имеется на территории республики. Тогда соглашаемся? Конечно. В республиканском бюджете также планируют предусмотреть средства и на проведение реконструкции здания Чувашского государственного театра оперы и балета. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.